В предыдущих сериях моим телом завладел Картун Кэт. Меня даже забрали SCP бойцы, и я надеялся на безопасность. Но зря я так подумал. Мои друзья спасли меня от SCP фонда. Хоть они и успели поставить на меня какие-то эксперименты. Я не знаю зачем и что они делали, но это никак не помогло. Мне пришлось смириться с тем, что часть Картун Кэта будет жить во мне всегда. И ее никак нельзя выгнать и невозможно контролировать. Но в один день я не выдержал и не захотел доставлять друзьям неудобства. И я просто уехал. Уехал как можно дальше. И надеюсь, меня никогда не найдут. Давай, Сафик, вот тут. Стой, 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 стой. Я на ходу выскошу, на ходу. Ребята, по нашим координатам и данным, Вильяма Бруно где-то здесь. Если вы еще не поняли. Всем привет, с вами Арешник. И Сафик, один, два, три, четыре. Мы, в общем, хотим найти нашего друга Вильяма Бруно, у которого появились проблемы с Картун Кэтом. Который внутри него. И мы его потеряли. Он непонятно куда ушел, но у нас есть способы его отслеживать. И он где-то находится вот здесь вот. Тут забора нема. Можно и пройти. Сафик, ты видел? Сними, сними, сними. Аккуратно. Ты видел? Ребята, я вам клянусь, там что-то в листве красное прошмыгнуло. Да, Артем, может это красная кнопка? Слушай, Сафик, у нас на канале нема красных кнопок. У нас все зрители максимально верны. Я уверен, что любой человек, кто смотрит этот ролик, спустился под видео, сделал красную кнопочку серой. Иначе я не могу объяснить появление красного объекта в лесу. Ладно, не суть. Давай, бежим. Так, ну здесь, я думаю, можно будет какое-то время пожить. Я не знаю, ребята, как вам объяснить то, что со мной происходит в последнее время. Но я не могу так дальше продолжать существовать. Потому что Картун Кэт, который практически полностью овладел моим телом в последнее время, очень плохо себя ведет. И особенно по отношению к моим друзьям. И я не могу позволить Картун Кэту, чтобы он навредил моим друзьям. Поэтому... Он постоянно разговаривает у меня в голове. Я, правда, и со всех сил стараюсь бороться с Картун Кэтом. Но он практически полностью овладел моим телом. Но когда я полностью теряю контроль над своим сознанием, тогда появляются его клыки. И после этого я вообще ничего с ним не могу поделать. Пока что, я думаю, реально будет безопасно, если я поживу в этом здании до тех пор, пока не решу проблему с Картун Кэтом, и он не покинет мое тело. Разместить GPS-приемник, и особенно его антенну под кожей, исключительно трудно. Проведя долгие исследования, мы пришли к решению о создании жидкого GPS-датчика. И сейчас введем его подопытному, которым овладел Картун Кэт. Отслеживать его можно будет с помощью приложений на телефоне. Так, Сатик, он где-то вот в той стороне. Но это примерны только координаты, откуда я это знаю. Потому что у меня есть приложение SCP-корпорейшн. SCP-фонд вживает маячки различных существ. И у Бруно есть такой же маячок, с помощью которого мы его и отследили. Картун, там, кажется, заброшенная больница. Ребята, это же, кажись, Комара Вильева Бруно. Сатик, ты издеваешься? Вот это же машина Бруно. Ребята, только здание заметил. Ему вот эти вот сталки только интересны. Если его машина стоит здесь, датчик показывает, что он здесь, то он 100% там. Непонятно, зачем он сюда приехал, но сейчас выясним. Ребята, посмотрите, это же просто какой-то здоровенный здание. Да не надо, Сафик, сейчас вдруг порушится, лучше так заходи. Я без понятия, сколько этому зданию лет. Смотрите, там даже второй этаж обрушился. Еще всякие рисунки странные. Тут огромное эхо, так что, если что, не пугайтесь. И смотрите, это же строение здания нетипичное, овальное, очень странное место. Это ящик, сделанный из бетона. И там, видимо, внутри что-то лежало очень опасное. Меня он больше поражает, ребята. Вот, смотрите, какая тут толщина. Стен, вот тут начинается стена, а заканчивается вон там, видно? Вообще понятен уровень толщины стены. Ладно, пойдем в другие места посмотрим. Где-то здесь должен быть Вилем, Бруно? Ну, если верить нашему приложению. Артем, как найти его? Я смотрю в приложение, и видно, что он где-то рядом. Но совершенно непонятно, радиус поиска слишком маленький. Ну, то есть, он может быть в этом доме, а может быть в лесу рядом совсем, понимаешь? Ну, да. Или на втором этаже, на первом подвале, я без понятия. Бруно, ты тут? Я вообще не знаю, как его найти. Как они меня нашли? Я не понимаю, ребята. Я же вроде как все продумал. Я не хочу, чтобы они были рядом, пока во мне живет картон-кэт. Это опасно. Артем, тут дверь какая-то, она плохо открывается. Кажется, как будто ее специально кто-то закрыл. Этот подвал выглядит немного странноватым. Слушай, да мне кажется, точно такой же, как мы уже и смотрели. Это призрак? Я боюсь призраков. Здесь кто-нибудь есть? Наверное, просто сквозняк. Пойдем на второй этаж. Пошли. Давай, Сафик, проходи. Будь аккуратен. Мне кажется, эта лестница нас двоих не выдержит. Я еще никогда не был в такой огромной заброшке. Здесь высоченный потолок метров 10. А самое интересное, смотрите, тут как будто кто-то прокрыс за ту решетку и бежал туда в лес. Давай посмотрим что-нибудь еще. Что смотреть-то? Надо Бруна искать. Слушай, а может он через это и сиганул? Слушай, там крыша какая-то есть. Может я на нее смогу прыгнуть? Давай. Хотя, слушай, мне кажется, она какая-то ненадежная. Я думаю, что сейчас лучшим решением будет как можно скорее и как можно дальше отсюда уехать. Ладно, ребята, надеюсь еще встретимся. Пока. Так, Сафик, тут капец какая большая комната. Давай посмотреть. А, ты мне что-то не прищемил нос. Да тут же двери есть. Зачем в эту дырку-то маленькую смотреть? Капец, тут огромные окошки. И кстати, обратите внимание, здесь с решеточками все в порядке. Блин, мне кажется, зря мы так далеко уехали от города. Может Вильям Бруно просто сам там подумает, обо всем разберется и потом вернется домой. В любом случае мы должны его спасти. И вот эта вот комната, она сохранилась лучше всех. Из всех что, где мы были? Мне кажется, что здесь совсем недавно кто-то был. Даже, возможно, сам Вильям Бруно, потому что почему тут иначе? Целы почти все окошки. Рябина, кстати, совсем рядом растет. Ребят, можно кушать. Ну-ка, дай-ка мне эту камерку. Смотрите, какое окно. Сафик, там комара Бруно стоит. Ну, понятно. А, так вот он, вот он, вот он побежал. Бруно? Бруно, стой. Погнали за ним. Погнали. Бруно! Бруно, стой! Быстрее, Артем! Черт. Из этих лап вообще невозможно водить. Я чувствую, как Хартун Кэт отнимает у меня мое тело. И я должен как можно дальше от друзей уйти. Иначе им конец. А уже плевать, что он заберет меня. Главное, чтобы Артем с Сафиком остались живы. Ну, хватит же, Артем Кэт. Почему ты выбрала именно меня? Ребята, я понял. Здесь совсем рядом здесь есть море. И пока я еще могу контролировать свое тело, я убегу в море как можно дальше. А коты ведь вообще не любят воду. Я надеюсь, что Артем Кэт тогда покинет мое тело. Осталось совсем мало сил, ребята. И лапы уже грязные совсем. Я очень надеюсь, что Артем и Сафик меня больше не найдут. Мы почти пришли, ребята. Ребята, до воды осталось совсем чуть-чуть. И когда я в нее залезу, Картун Кэт покинет мое тело. Совсем нет сил. Сафик, водовая тачка. Давай быстрее, давай быстрее. Вруна. Ребята, смотрите, дверь открыта. Тут даже следы крови есть. Какие крови? Ты что шутишь? Прошу, не ищите меня. Я хочу разобраться в этом сам. Картун Кэт опасен для вас, но меня он не трогает. Я ему нужен. Ребята, смотрите, какой текст волнистый. Нет, он как будто у него руки прям дрожали. Он явно где-то поблизости, раз здесь стоит его машина. Давай дрон запустим. Да-да-да, только отойдем от тачки. Давай туда. Ребятишки, сейчас мы летим по лесу. Очень много деревьев. Абсолютно ничего не видно. Но я просто уверен, что мы добудем информацию, которая нам нужна. Так, нам нужно узнать, где Вилем Бруно, ребята. Бруно где-то поблизости, 100%. Вот, мы уже давно дружили, у меня прям чуйка на него. Мы благодаря моему носу его машину не нашли. Смотри, это Бруно? Да-да-да-да. Это Бруно, ребята, мы нашли его. Кажется, он картун Кэт. Да, он еще картун Кэт. Что тебе от меня нужно, картун Кэт? Неужели тебе не надоело портить мне и моим друзьям жизнь? Хватит воровать у меня мое тело, картун Кэт. Ты занимаешься этим десятилетиями. Неужели оно стоит того? Я устал. Ты можешь меня не тревожить и найти жизнь вне моего тела. Покинь мое тело, картун Кэт. Кажется. Кажется. Бруно, если ты еще не понял, мне совершенно не нужен ты и твоя душонка. Мне нужно лишь твое тело. И все? Я просто заберу у тебя твое тело и буду в нем жить. А ты пропадешь навсегда. Я давно все понял, картун Кэт. Если ты убьешь меня, мы ведь вместе погибнем, ты это понимаешь? А я боюсь, что нет. Прием. Картун Кэт окружен. У него нет выхода. Наступаем. Смотри, там военные, военные, военные к нему бегут. Черт. Блин, они со всех сторон. Это же бойцы из SCP фонда. Ребята, если они меня поймают, до конца жизни будут исследовать мое тело. А ведь во мне еще живет картун Кэт. Бруноч, беги, беги, убегай. Смотри, там целых три военных, четыре военных. Они со всех кустов убегают. Смотри, бойцы там перекрыли тоже. Ладно. Стоп! Я что их реально остановил? Что с дроном? Что за фигня? Ребята, какие-то помехи. Давай отлагивай, блин. Нам нужно знать, что с Вильямом Бруно стало. Ох, вот это вот сила. Чувствуешь силу, Бруно? Отдай мне контроль над своим телом. Я освобожу тебя и избавлюсь от этих SCP военных. Но ты ведь не станешь мне помогать просто так, верно, картун Кэт? Конечно же нет, Бруно. Я взамен хочу, чтобы ты помог мне найти всех остальных SCP монстров. Потому что я это сила, а ты мозг, который мне нужен, откажешься. И эти SCP военные уничтожат тебя на своей базе. Так что давай решай. Принимай решение. Ладно, картун Кэт. Я думаю, мы станем отличной командой. Сосик, смотри, вроде бы отлагала. А что они все стоят на одном месте? Слушай, не знаю. Ну, теперь картун Кэт возьмется за свое. Ну что, Бруно, хочешь посмотреть, что я умею? Он что, убил мою ночь? Двоих, троих. Думай, не напугать меня своими пистолетиками. У меня есть кое-что посерьезнее. Что, человек вырубил, ребята? Это жесть какая-то. Слушай, я бы к нему сейчас бы не подходил бы, конечно. Ну, блин, ему же нужна какая-то помощь. Сейчас я прыгаю вперед, что он творит. Лицо закрывает. Что это он? Упал. Красивый картун Кэт, его тоже вырубили. Нужно ему помочь. Артем, давай пойдем ему поможем. Ему реально плохо, кажется. Артем, сваливаем. Хватит смотреть на него. Быстрее, побежали помогать. Офигеть. Что же картун Кэт натворил? Добро пожаловать, картун Кэт, в мое тело. Биллин, Бруно. Биллин, Бруно. Ты в порядке? Привет, Сафик. Что случилось-то? Ты что, Бруно, что произошло-то? Ну не, мы видели, конечно. Тут в двух словах себе не объяснить. Вообще никак. Я обещаю, я вернусь домой. Но также все объясню, когда отдохну. Ребята, я очень устал. И то, что со мной сегодня произошло, это не передать словами. Биллин, Бруно, а что ты сделал с этими SCP-бойцами? Ты что, не слышал, Бруно? Он же сказал тебе, срочно едем домой. Пока вы не легли рядом с этими SCP-бойцами. Если хотите остаться в живых, то бегом, бегом домой. Быстрее. Давай, давай, Аришнил. Пошел, пошел, пошел. А вы тыкайте на вот этот вот видосик и текайте с этого видоса на этот. Давай, тыкай прямо сюда. А мы поехали искать новых SCP-монстров. Пока.